Все кабачки, все баклажаны, все огурцы, деревья, яблоки, сливы, вот все вот так вот. Вишня полностью опала. Ну это разве так и жить можно? Такие узоры в огородах оставили вовсе не инопланетяне. Роль художника, уверяют люди, взяло на себя местное предприятие, которое якобы отравляет атмосферу в радиусе нескольких километров. Выпадают осадки, а вместе с ними выпадает в осадок все местное население. Как сквозняк идет, значит, вот так. Был такой резкий запах, я пришла, у меня давление поднялось и вызывала скорую. Вот скорая приехала, да, у вас здесь запах такой. Аромат сжженной проводки для жителей целого района Павловска стал в буквальном смысле головной болью. Этот запах, рассказывают, преследует их и днем, и ночью. Иногда можно сделать вдох, когда меняются розы ветров, нередко щиплет глаза. Правда, это лишь меньше из бед. Дети стали болеть в разы чаще, говорят родители. Я стала замечать, что в последнее время стали часто кашлять, чего раньше не было абсолютно. Практически не болели дети, сейчас начали болеть, вот именно кашлять, сопли начинаются непонятно откуда. Дышать полной грудью здесь нельзя. С просьбой помочь решить проблему инициативная группа обратилась в различные инстанции. Ведь, говорят, жители есть же нормы предельной концентрации вредных веществ в воздухе. У Людмилы Семеновны накопилось немало претензий и ответов от все тех же специалистов. Они говорят, что у нас загасованность почти в норме, но превышенная, небольшая превышенность есть. Мы с этим не согласны, потому что и все эти химикаты, и все у нас оседает на растениях, и везде, и всюду. Мы все это и употребляем, и дышим всем этим. И дети, и очень часто сейчас стали болеть мы все. Путем исключения жители выяснили, портит воздух местный завод, который запустил литейный цех. Там идет выплавка различных деталей для техники из чугуна и стали. Увеличили мощности. Не исключено, что в воздух пошло больше примесей, предположили на проходной предприятия. Говорят, плавят с помощью китайского оборудования, которое, мол, гораздо вреднее, чем проверенная временем советская техника. Ты потом одежду стираешь, то будешь вонять. В компании нос держат по ветру. Проверки были, и не раз рассказывает директор завода. Диалог со специалистами есть, а вот с жителями пока не получается. Этот запах специфичный, но он не несет никаких тяжелых веществ. Вот по протоколу испытаний атмосферного воздуха, Центр гигиены и эпидемиологии Валтайского края нам делал, У нас все показатели в норме. Мы стараемся сейчас как бы все равно уйти дальше, что-то ставим какие-то очистные, больше. Но понимаете, что за один день этого всего не сделаешь. Мы внедряем туда новые технологии. Впрочем, терпеть пахучего соседа жители больше не намерены. Активисты на народном сходе решили все-таки добиться закрытия предприятия рядом с их домами. Кирилл Политов, Алексей Фризин. День с толком.